и собрался ехать в храм золотого Будды потом дальше храм утренней зари туда не знаю я успею, не успею мы уже начали наши видео экскурсии по Таиланду, именно по Бангкоку в этом выпуске мы узнаем получше структуру города транспортную систему, увидим самые яркие достопримечательности и узнаем что же символизирует Будда который не медитирует сидя, а просто лежит перед тем как приступить к теме более детально хочу напомнить, что у меня есть два ютуб канала Smaps Education про зарубежное образование и Егор Еремеев про мои путешествия и факты о городах и странах если вам интересна учеба за границей, возможности построить карьеру за рубежом и выбор страны для путешествий или иммиграции рекомендую подписаться на каналы в каком-то китайском Лас-Вегасе Chinatown поэтому если вы любите китайские города то вот вам сюда Но не только же нам по Chinatown в Бангкоке гулять, правильно? Имеет смысл и основные достопримечательности города посмотреть Кстати, как до них добраться? Что представляет собой система общественного транспорта в Бангкоке? Существует два основных направления Стандартное метро, с которым мы все знакомы и более необычное наземное метро выделено синим цветом Станции оформлены в соответствующем стиле В то время как BTS, Bangkok Mass Transit System также известная как SkyTrain имеет зеленую идентификацию с зеленым оформлением станции Кроме того, существуют дополнительные транспортные направления железнодорожные ветки, аэроэкспресс из аэропорта монорельсы и другие Начнем с подземного метро МРТ представляющего собой кольцевую линию прокладывающую маршрут преимущественно по всем центральным районам Бангкок Для проезда используется одноразовый билет представляющий собой компактный пластиковый жетон аналогичный тем, что все еще используется в метро Санкт-Петербурга В процессе покупки необходимо указать станцию назначения После приобретения билета его следует поднести к считывателю при входе сохранять в течение поездки и снова использовать при выходе через ворота Такая система введена для того, чтобы учесть расстояние при определении стоимости поездки Пришел я к метро Сначала я не понял, где метро Потом я увидел этот знак Тут Рейнс Тут Рейнс Так, ну в принципе логично Короче, идем к трейнам Непонятно где, на каком Ритейл это продовольствие Конкурс Конкурс какой-то Уровень конкурсов Ха-ха Хорошие конкурсы Это надо Интересный О! А теперь мы говорим про наземное метро БТС Его стоимость выше по сравнению с подземным вариантом Системно-наземное метро протягивается от севера к югу Бангкока Проходя через центр У наземного метро имеются ответвления и кроссплатформенные пересадки В отличие от подземного метро, билет на наземное представляет собой уже карточку Но принцип использования остается аналогичным По остальным аспектам, эта система схожа с МРТ Цена за одиночную поездку начинается от 17 бат Примерно 42 рубля И может достигать более 100 бат 250 рублей Стоимость проезда напрямую зависит от количества пройденных станций То есть от расстояния Транспортная система Бангкока охватывает практически все Что может понадобиться Она обеспечивает удобное перемещение к множеству достопримечательностей Доставляет до крупных и небольших торговых центров и парков Кроме того, от метро отходит ветка, которая связывает вас с аэропортом Суварнабхуми Главным международным аэропортом Таиланда Новый аэропорт ехать пока рано Так что предлагаю сейчас пройтись по достопримечательностям Что я могу сказать? С метро, в принципе, я разобрался достаточно быстро Доехал быстро и понял, куда мне ехать В принципе, в гугл-картах там все обозначено Когда в гугл-картах вбиваешь точку назначения Он сразу же показывает, на какую платформу То есть я, в принципе, по гуглу Гугл все четко показал Храм Золотого Будды, также известный как Иват Рамид Изюминкой Иват Рамид является золотая статуя Будды Которая сделана из чистого золота и весит около 5,5 тонн Статуя имеет высоту около 3 метров и находится в позе сидячей медитации Золотой Будда сидит в позе лотоса, прикасаясь правой рукой к земле Этот жест, известный как Бхумис Парша Мудра Символизирует чистоту восприятия реальности Свободной от искажений, вызванных влиянием темных сил Таким образом, Будда призывает землю быть свидетелем истины Которая открылась ему после продолжительной медитации под деревом Бодхи Левая рука лежит на колене с ладонью, обращенной вверх Что представляет Варада Мудру Этот жест символизирует прощение, сострадание, щедрость и освобождение от земных тревог Эту мудру также называют дарящей блага Поскольку она награждает особой энергией, которую можно получить от просветленного существа Взял я, короче, билет в храм Золотого Будды Здесь можно посмотреть Будду, как мне сказали, я еще не смотрел И здесь еще выставка Так, часы открытия с 8 до 5 Как я говорил, до 5 Значит, Золотой Будда Golden Будда Короче, я сейчас пойду, поднимусь Обсмотрю все И буду с вами делиться Всем Субтитры сделал DimaTorzok Предположительно, это художественное творение было создано более 700 лет назад в Индии Период с 13 по 14 века На территории современного Таиланда существовало государство Сукхатай, которое считается колыбелью тайской цивилизации В это время, когда буддизм становится государственной религией, проводилось активное строительство культовых сооружений В начале 15 века статуя была перемещена в Аютаю, столицу древнего Сиама Которая была разрушена бирманцами в 1767 году В 19 веке статуя была покрыта штукатуркой, чтобы скрыть ее истинную ценность и уберечь от разграбления захватчиками В 1955 году статуя была перенесена в храм Ваттраймид в Бангкоке, где хранилась в неприметном здании Во время перемещения статуя случайно соскользнула с подъемного крана и штукатурка откололась, обнажив золото под ней Помимо золотого Будды, Ваттраймид отличается традиционной тайской храмовой архитектурой с замысловатыми деталями, красочными украшениями и умиротворяющей атмосферой Храм является активным местом проведения культа, поэтому ожидается, что посетители должны скромно одеваться при входе на территорию храма А внутри-то Будды снимать не разрешают Походишь с камерой, сразу же к тебе бабулечка такая подходит, вежливая На вежливом тайском английском говорит, что типа давай камеру свою отрубай Фотографировать можно, а снимать нельзя Ну вот снаружи тут значит на все стороны выход, немножечко я так подснял Вот у меня здесь храм золотого Будды 50 метров Тут же парень моет свой пикап Храмы, мойки, продажи, понятное дело, кустов всяких, сувенирные лавки В общем все, что нужно тайскому человеку Храм солнечного восхода или утренней зари Он же храм Ват-Арун Расположен на западном берегу реки Чайопрая Храм назван так в честь Аруны, индийского бога рассвета И символизирует первый луч света солнца с утра Главной достопримечательностью является центральный пранк или шпиль Возвышающийся на высоту более 70 метров Пранк украшен разноцветной фарфоровой плиткой и морскими раковинами Детали включают в себя фигурки и изображения из китайского фарфора и керамики Центральный пранк окружен четырьмя прангами поменьше Каждый из которых посвящен богу ветра Пхра Пхай Четыре пранга представляют 33 уровня просветления в буддизме Центральный пранк является самым высоким И на него можно подняться по крутой лестнице При восхождении на вершину открывается захватывающий панорамный вид на реку Чайопрая и окрестности В храме Ват-Арун еще находится Убасот Зал посвящения, где проводятся важные религиозные церемонии В Убасоте находится точная копия изумрудного Будды Здесь есть внутренний двор с различными статуями В том числе китайскими каменными фигурами и мифическими существами Ват-Пхо Храм лежащего Будды Куда мне удалось попасть в рамках проекта по созданию рекламного ролика За три часа Все это было во время конференции, о которой я рассказывал в одном из выпусков Ват-Пхо расположен в историческом районе Раттанакасин Самой известной достопримечательностью Ват-Пхо является, конечно же, огромная статуя лежащего Будды Известная как Пхра Буддхасаяс Статуя имеет размеры 46 метров в длину и 15 метров в высоту Лежащий Будда символизирует вхождение Будды в нирвану и украшен сусальным золотом Ступни статуи украшены перламутровой инкрустацией Изображающей различные благоприятные символы Сам же храм Ват-Пхо представляет собой обширный комплекс с несколькими сооружениями, включая убасот, зал посвящения и многочисленные внутренние дворы Храмовый комплекс является домом для четырех Чеди, представляющих первых четырех царей Чакри Центральный Чеди, известный как Пхра Махачеди Си Эраджакарн, особенно примечательен своим архитектурным великолепием Это совокупность из четырех высоких ступеней, каждая достигающая высоты 42 метра Храм Ват-Пхо считается родиной традиционного тайского массажа В 1955 году в храме Ват-Пхо была открыта традиционная школа тайской медицины и массажа Ват-Пхо Тай Здесь в Ват-Пхо есть возможность не только пройти сеанс традиционного тайского массажа, но и изучить искусство массажа И получить соответствующий сертификат для дальнейшей практики В храмах Бангкока, как и во многих других частях Таиланда, вы можете увидеть множество божеств и духовных фигур Большинство этих божеств связано, конечно же, с буддизмом Центральной фигурой в буддийских храмах является Будда, который олицетворяет просветление и путь к нирване Существуют различные статуи Будды, каждая из которых передает различные аспекты его жизни и учения Наиболее распространенными позами являются сидячие, стоячие и полулежачие Лежащий Будда, изображенный в храме Ват-Пхо, символизирует вхождение Будды в нирвану Другое популярное божество – Ганеша Это индуистское божество, широко почитаемое и в Таиланде Он считается устранителем препятствий и богом мудрости и успеха Ганешу часто изображают с головой слона и человеческим телом Нага или Нагас – змееподобное божество, распространенное как в индуистской, так и в буддийской традициях В буддизме Нага часто является защитным существом, связанным с водой и плодородием Входы во многие храмы охраняются такими скульптурами Нага – распространенный мотив в храмовом искусстве и считается, что он приносит защиту и удачу Гаруда – мифическое птицеподобное существо Божественный орел в индуистской и буддийской мифологии В Таиланде Гаруду часто ассоциируют с королем Рамой – мифическим существом, наполовину птицей, наполовину человеком Гаруда – символ королевской власти и защиты Пхрап-хром, он же четырехликий Будда Тайское изображение индуистского бога Брахмы, связанное с творением Это изображение с четырьмя лицами, каждое из которых обращено в разные стороны, символизирующие всевидение Частый вопрос А когда лучше ехать в тайскую столицу, чтобы своими глазами увидеть этих божеств и не только? Климат в Бангкоке характеризуется тропическими условиями С явным разграничением на сухой сезон, сезон дождей и переходный период, известный как прохладный сезон Посещение Бангкока в качестве туриста или для отдыха возможно в течение всего года, но лучше всего сюда ехать с декабря по апрель В это время дожди, которые проливались весь осенний период, заканчиваются и жара, уступает место более приятной погоде Это идеальное время для полноценных экскурсий и изучения достопримечательностей тайской столицы С апреля начинается период жары, который продолжается до осени Дожди выпадают в основном в течение осенних ночей Представляет собой мощные тропические ливни, способные вызвать временные наводнения Тем не менее, они прекращаются так же внезапно, как и начинаются Чаще всего длятся всего около часа Друзья, на этом выпуск подходит к концу В следующих выпусках мы отправимся по тайским островам И еще побываем в Пхукете Поэтому, если вам интересно узнать больше про Таиланд, подписывайтесь И, конечно же, пишите в комментариях ваши мысли, что вы думаете об этой стране Пока, увидимся в следующих выпусках Субтитры создавал DimaTorzok